Идея увеличения членистоногих в несколько раз издавна беспокоит писателей всех мастей. Она встречается в целом в ряде произведений, начиная от бессмертной сказки Корнея Чуковского «Тараканище», заканчивая относительно недавними «Миром пауков» Колина Уилсона и «Ведьмаком» Анджея Сапковского, где каждое третье чудовище в среднем имеет наружный скелет. И тут ненавязчиво приходит одна мысля, а что если бы мелкие животные и в самом деле выросли в размерах? Как бы мы сосуществовали с ними? Вот это уже интересный вопрос, на который я и попытаюсь дать ответ, но перед этим небольшая реклама. Выиграй крутые призы уже сейчас. Выбери коробку, открой её и гарантированно получи один товар. Чем дороже коробка, тем, конечно же, и ценнее призы внутри. Ты можешь открыть одну коробку в день совершенно бесплатно. Проиграть просто невозможно. Уже более полутора миллионов людей испытали свою удачу. А если зайдёшь сейчас, получишь 20% к первому депозиту. Срансбокс выигрывает каждый. Начну с того, что гигантский паук наиболее часто встречающийся феномен, можно сказать, классическое порождение авторской фантазии. Отвращение и страх перед арханидами зачастую ядовитыми предки человека приобрели гораздо раньше, чем научились обрабатывать камень. Можно сказать, что членистоногие чужды нам настолько, насколько могут быть чужды разве что выходцы с другой планеты. Просто посмотрите на них, это существа на выворот. У позвоночных, например, кровь железосодержащая на основе гемоглобина и циркулирует она по замкнутому кругу. Кроме того, костное образование, за исключением зубов и рогов, не выходит за пределы тела. Членистоногие же частенько оснащены экзоскелетом, система кровоснабжения у них открытая, то есть тело представляет собой сосуд с кровью, в котором получатся органы. А теперь представьте себе паука, выросшего до размера свиньи. Тут даже кто не боится, пауков с легкостью может двинуть копыта. Но не стоит переживать, вы на своем веку точно не встретите таких пауков, ведь членистоногие потому и малыш, что их устройство препятствует росту. Самыми крупными существами этого типа является ископаемый ракоскорпион длиной до 2,5 метра и современный глубоководный японский краб в размахе ног, достигающий 4 метров. Если говорить о надводных существах, то лишь многоножки каменноугольного периода достигали трехметровой длины, правда, при этом они были довольно легкими. Среди ныне здравствующих сухопутных членистоногих первенствует пальмовый вор, он же кокосовый краб. Это питающийся орехами рак массой 4 килограмма и длиной до 40 сантиметров, что, кстати, по меркам позвоночных совсем немного. Впрочем, даже если пренебречь у естественными ограничениями, мир, наполненный гигантскими насекомыми, окажется не столь уж страшным, как любят представить фантеасты. Комары размером с ворону могут изрядно отравить удовольствие от прогулки оглушительным жужжанием, но ужалить сумеет едва ли. С точки зрения насекомого, утратившего из размеров маневренность, человек окажется трудной мишенью. Скорее, такие комары будут нападать не на людей, а на слонов. Сэм же Комар окажется при этом очень уязвимым для своего противника. Кровососущие предпочитают, чтобы их атаки оставались незамеченными, хищники – другое дело. В жагнице, с которой пришлось воевать Ведьмаку Геральту, и в Кикиморах из произведений Сапковского легко узнается увеличенная в сотню раз личинка стрекозы. Страшный, беспощадный охотник, разрывающий добычу зазубренными клешнями. Несомненно, там, где селится жагница, лучше в воду не заходить. Но где такое чудовище можно встретить? По логике, жагница длина из крокодила и селится должна там, где может прокормиться звереподобных размеров. В реках и озерах Европы нет условий для проживания столь крупных хищников, а в тропиках у жагницы найдутся естественные враги, те же настоящие крокодилы. И, будем честны, более сообразительная и превосходящая конкурента остротой чувства рептилия не даст спуску к какой-то личинке, пусть даже и выросшей. С другой стороны, жуки и пауки знают множество ловок. Например, коварный муравьиный лев, засевший на дне песченой воронки диаметром в пару метров, будет представлять нешуточную такую угрозу. Хотя только для гигантских муравьев. Уважающий себя кролик в такую ловушку не попадется. Затруднения возникнут и у огромного паука. Сам он будет весьма заметен и потеряет множество шансов обнаружить жертву раньше, чем она его. Ведь у стрекозы порядка 30 тысяч глазков, дающих по одному пикселю изображение и собранных в две фасеточные батареи. У муравьев таких сто, а у паука только от двух до восьми. Впрочем, сравнивать так нельзя. Во-первых, пауки отлично умеют слышать с помощью особых волосков, расположенных на конечностях. Движение этих волосков от воздуха интерпретируется арахнидом как звук. Во-вторых, зрение у пауков различных видов заметно отличается. Пауки, охотящиеся без применения паутины, видят отлично и даже различают цвета. Пещерные же пауки, работающие в темноте, почти слепые. И, конечно, восьминогое чудовище отлично ощущает вибрацию. Как раз эту способность сведет на нет увеличения в размерах. Чтобы растормошить паука-гиганта, понадобится как минимум серьезное сотрясение поверхности земли. Выпуская в мир огромных членистоногих, фантасты неизменно допускают две вольности. Во-первых, за животным сохраняются все преимущества исходной миниатюрной формы. Быстрота реакции, высокая скорость, способность к полету. Хотя, в действительности гигант не смог бы ненормально двигаться, ни даже толком дышать. Во-вторых, раздувшийся паук почему-то приобретает все преимущества позвоночных. Острое зрение и слух, а нередко и высокий интеллект. В реальности же, по слеповатому и медлительному монстру придется вырабатывать очень изощренную технику охоты. Например, в темных пещерах он сможет ловить свои тенета летучих мышей, поскольку нить толщиной с волоса на рукокрылых не берет. Волоски же, покрывающие тело и ноги, смогут превратить в невидимку и самого паука. Днем чудовищу придется отсиживаться в норе, а ночью выставлять ловушки. С другой стороны, пользу человеку гигантизм насекомых также не принесет. Для улучшения пыления цветов и увеличения количества меда требуются не большие пчелы, а много насекомых и большие цветы. А огромный шелкопряд, конечно, даст толстую, как лес, конить. Только это будет уже не совсем шелк, ведь достоинство этого материала именно в том, что он тонок и изыск. Из сухопутных существ наибольших размеров достигали рептилий юрского и мелового периода. Рекорд принадлежит, видимо, группе длинношейных зауроподов до 37 метров в длину и до 70 тонн массы. По сравнению с ними чудовищный тираннозавр, весящий всего 7 тонн и даже более крупный спинозавр, выглядят весьма скромно. Не мудрено, что именно рептилий наиболее естественно смотрятся в роли колоссальных монстров. С другой стороны, мифологический гигантизм был присущ и другим видам. В частности, Земля некогда покоилась на трех слонах, стоящих на спине огромной черепахи, а рассказы древних часто обращаются к драконам. К слову, современным мифом о драконе можно назвать, например, Годзиллу. Конечно, в тяжелом во всех смыслах случае ящера высотой 50 метров не приходится говорить ни об экологической целесообразности, ни даже просто о физической возможности его существования. Но вдруг Годзилла все-таки объявится? Едва ли гигантская рептилия будет нападать на людей намеренно, но даже просто шагая через населенные районы, монстру может наделать много бед. Японские исследователи, проработав этот вопрос, предлагают несколько методов, среди которых, впрочем, эффективным оказывается только один – подождать, пока чудовище уберется само. На самом же деле, прямоходящий Годзиллазавр будет очень легкой целью для танкового орудия. И хотя бронебойный снаряд, прилетевший с расстояния 5-6 километров для чудовища, все равно, что винтовочная пуля для слона, нельзя забывать, что слону хватает и пули. В крайнем случае, можно будет пульнуть еще несколько раз. А знаменитый плазомет Годзиллы имеет радиус действия от силы метров 100, так что проблем по ликвидации Годзиллы у военных не будет. Но все сказанное выше подразумевает Годзиллу, какой она и должна быть. Конечно, по словам фантастов. Мы же сделаем ее более естественной. Конструируя монстра-гиганта, следует сразу же отказаться от стереотипов. Раз ноги не выдержат вес, нужно обойтись без них. Пусть кола сползет на брюхе, подобно змее. Распростертая на земле длиноя вытянутое тело ограничит нагрузку на скелет. Разрешаем, в принципе, и вопрос питания. Многие животные умеют переваривать древесину. Змея длиной 70-80 метров будет мирно пастись в лесу, заглатывая целые деревья. Жаба размером с бегемота не сможет прыгать, но способность стрелять языком останется при ней. В отличие от крокодила, земноводная будет утаскивать жертву прямо с берега, а потом не топить и разрывать, а сразу проглатывать, что, несомненно, удобнее. Следует только предусмотреть механизм, препятствующий крупной добыче повредить зацепивший ее язык. В этом плане наиболее органично смотрится парализация электрическим ударом. Шокер же пригодится жабе и для самообороны в воде. Раздев таким образом годзиллу, мы получаем более естественную адаптацию этого животного, которое, в принципе, способно существовать. Водный образ жизни в значительной мере снимает ограничения на размер. С чудовищем подобным острову встречался еще синбанд-мореход. Исландские моряки же называли такого монстра кракеном. Насколько огромным может быть морское существо? Размер же на самом деле ограничен доступными ресурсами. С каждым удвоением объема масса возрастает 8 раз, потребность пищи в 6-7, а вот способность добывать пропитание – по обстоятельствам. Рекорд держит питающийся планктоном синий кит, вырастающий до 33 метров и 150 тонн. Хищники же обычно мельче. Длина крупнейших ископаемых мазозавров, ихтиозавров, плеозавров, мегалодонов, хищных китообразных, древнего базилозавра и современного кашалота составляет всего 20-25 метров. Хотя не был бы удивителен и подобный угрю-дракон длиной 40-50 метров. Благодаря узкому змеевидному телу он уложился бы в допустимый вес. Ключ к гигантизму – экономичность. Существо, не прилагающее усилий для добычи пищи и дыхания, может позволить себе быть сколько угодно огромным. В реальности подобный острову кракен представлял бы собой дрейфующий поплавок, за которым тянутся длинные сети ловщих щупальцев, но такой монстр уже через несколько лет закончил бы свой жизненный путь в полосе прибоя. Если же абстрагироваться от реалий нашего мира, то 300-метровый кит стал бы великолепной приманкой для туристов. Самые величественные явления природы поблекли бы перед колоссальным телом, скользящим в толщу воды, вздымающимся на высоту крупнейших соборов хвостом, фонтаном, не уступающим мощным гейзером. Едва ли, конечно, такое существо рассматривалось бы как промысловый объект. К тому времени, когда люди получили бы оружие, способное убить кита-гиганта, торпеды-авиабомбы удел 20-го века, Ворвань уже утратила бы статус ценного ресурса. Зато в случае естественной смерти Левиафана, разлагающегося на прибрежной отмели, ста тысячнотонная туша превратилась бы в проблему национального масштаба. Морской дракон длиной 200 метров или чудовищный спрут, способный опутать щупальцами и утащить на дно корабль, чисто теоретически мог усложнить судоходство. Только зачем им это? Построенное из дерева или железа судно несъедобно. Люди же на нем слишком ничтожная добыча для монстра. Выколупливать крошечные двухногие кусочки мяса из кают или поштучно вылавливать их в воде с точки зрения гиганта чересчур хлопотно. Да, и еще несколько слов на тему распространенной идеи построить поселение на спине плавучего монстра. Хорошей ее, мягко говоря, не назовешь. В сказках, по крайней мере, она всегда была провальной. Вечный круиз в известном одному только чудовищу направлении, это, конечно, очень романтично, только вот источников пресной воды на гигантском панцире вы не найдете. С вами был канал Животный Мир. Подписывайся и про лайк не забывай. Пока.